Для чего мы идеализируем своих родных? Что мешает увидеть реальную картину? Александра. Мы не для чего, мы почему. Мы идеализируем близких нам людей, родных в первую очередь, потому что у нас есть соответствующие предустановки биологические, и это доказано во множестве экспериментов. В отношении людей, с которыми мы, что называется, одной крови, мы более альтруистичны, мы в большей степени испытываем доверие и так далее, это просто в нас такие биологические настройки. Вторая вещь, которая определяет нашу идеализацию наших близких, связана с тем, что мы их встраиваем в структуру своей собственной жизни, и мы в этом смысле идеализируем не просто их самих, но и нас самих. А склонность нам самих себя идеализировать тоже доказана в науке. Все мы считаем себя выше среднего, по какому бы параметру хорошему. Нас не пытались, предлагали нам себя сравнивать. Поэтому это вполне естественный процесс. Он часто бывает с издержками. Например, хорошо известный факт, что психиатры с трудом способны диагностировать достаточно серьезные психические расстройства у своих близких, потому что находят этому логическое обоснование. И если бы этот человек просто пришел бы к нему на прием, то он бы уверенно поставил ему тот или иной серьезный диагноз, чего он не делает в отношении близкого, который демонстрирует аналогичную симптоматику. Это нормальное, естественное поведение, идеализация. Больше прав, так сказать, в жизни, чем у других людей. И это действительно так. И у этого есть свои причины.